Сегодня хотелось бы уделить внимание такому универсальному, уникальному инструменту, как канат. Вариатов работы можно найти в интернете много, но мы уделим конкретно то, что интересует для ударки, для фехтования. Первое. Хват. Либо прямой. В таком случае работа будет производиться ладонью напротив друг друга. Либо ладони смотрят вниз, либо ладони смотрят вверх. Второй вариант. Это обратно. Здесь чаще всего ладони будут смотреть друг к другу. Два варианта работы. Либо темповая. Тогда мы отходим как можно дальше. Кранат оттянуть. И работаем с небольшой амплитудой. Как можно быстрее. Темп повышаем. Как только можно. Второй вариант. Это силовой. Здесь мы подходим несколько ближе, чтобы канат свободно прорисал. И соответственно, чтобы создать большую волну, нам нужно предлагать больше усилия. Опять же здесь мы можем сами дозировать нагрузку. Либо пригрузить верхний плечевой пояс. То есть натянули. И работаем только верхом. Чтобы совершенно исключить ноги и поддержку корпуса. Вплоть до того, что мы можем сесть на пол. И работать. Либо ноги на полу, либо ноги приподняли. Тогда у нас еще и добавляется работа пресса. То есть в силовом варианте здесь мы получаем также интересный момент. Что нагрузка у нас предлагается как в фазе раскидывания, так и в фазе отпускания. Чтобы добавить ноги к корпусу, аналогично махать гири. То есть мы присели и начинаем работать всем телом. Основные элементы, которые используются. Работа одновременно двумя руками. Работа руками по череду. Самое главное, это, конечно, как уже можно было заметить. Махик вперед. То есть, еще раз повторюсь. Мы можем в тябовом варианте нагружать как можно быстрее. В силовом варианте нагрузка идет туда. И силовая нагрузка обратно. Также возможен вариант нагрузить спину и грудь одновременно. Можно включить ноги. Можно без ног. Становимся. Развели. Сверли. Если мы подойдем чуть ближе, мы сможем получить вариант разводки средней дефи. Либо мы делаем просто на месте, тогда мы подкидываем и за счет грудных сводим. Либо мы получаем любимый армейский вариант. Джампинг джек. Сначала выкручиваем расстояние, чтобы руки у вас могли быть четко над головой, а не у нас силоваться. Проверили. И поехали. Варианты работы одновременно двумя руками. В горизонтальной плоскости запускаем волны. Здесь уже мы добавляем ротацию. То есть косые мышцы включим. Варианты двух рук делаем то же самое. Ну, двух рук в смысле. Сейчас займем две волны, чтобы мы залечим друг к другу в горизонтальной плоскости. Следующий вариант перебрасывания каната. Ставим как бы на стороны. И начинаем перебрасывать в одну, в другую сторону. В ряде подчеребной работы рук. Здесь мы можем крутить кольца. Кольца снаружи внутрь, либо изнутри наружу. Работаем или на количество раз, или на время. То есть здесь, если мне это напоминает работу в воде. Относительно вязкая нагрузка, которая повышает выносливость. Но при этом мы имеем элемент взрывного воздействия и взрывного отверга. Вот то, что необходимо при сорваться в удар и отвернуть обратно. Пробуйте, ищите. Продолжение следует... Продолжение следует...